МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Немецкие танки не пройдут. С такими словами принимали смертельный бой расчеты этих противотанковых пушек. Легкие и неприхотливые, они прошли вместе с советской пехотой всю Великую Отечественную войну. Знаменитые сорокопятки в фильме «Оружие». Успехи бронетанковых сил Вермахта, Панцерваффе, в первые месяцы войны на Советско-Германском фронте были обусловлены тактической гибкостью их применения, тесным взаимодействием с артиллерией и авиацией. В результате широких маневренных действий немецкие танки зачастую оказывались в глубоком тылу Красной Армии. На организацию серьезной противотанковой обороны времени уже не оставалось. В таких условиях единственным средством борьбы с бронированными машинами противника были ручные гранаты и бутылки с горючей смесью. Впервые бутылки с зажигательной жидкостью использовались еще во время гражданской войны в Испании. Во время советско-финской зимней кампании 1939-1940 годов применяемые финами бутылки с горючей смесью получили на Западе название «Коктейль Молотова». Именно советский министр иностранных дел Вячеслав Молотов 30 ноября 1939 года объявил о начале боевых действий против Финляндии. Во время Великой Отечественной войны на вооружении Красной Армии состояла горючая смесь двух видов, которые отличались по цвету – желто-зеленый и темно-борый. Ее заливали в пивные и водочные бутылки. Смесь горела в течение нескольких минут, давая высокую температуру от 700 до 1000 градусов по Цельсию. Применение в полевых условиях таких средств, как противотанковые гранаты и бутылки с горючей смесью, требовало незаврядной храбрости, нередко самопожертвований. При этом эффективность бутылочных атак против бронетехники была не слишком велика. Например, для поражения двигателя необходимо было попасть в вентиляционные решетки позади башни, а для этого лучше находиться сбоку или за танком. В условиях ближнего боя на такое способен не каждый солдат. К тому же начало Великой Отечественной войны породило в Красной Армии такое неизвестное прежде явление, как танкобоязнь. Рассказы отступавших солдат о мощи и многочисленности немецких танков способных в короткие сроки внезапно проводить охваты и окружение, клещи и котлы, производили глубокое впечатление на бойцов, которые направлялись к линии фронта. Одно единственное слово «окружили» вызывало неслыханную панику, делало вполне боеспособные части и даже соединения неспособными к организованному сопротивлению. Многие поражения 1941-1942 годов стали следствием предвоенных ошибок в планировании вооружения Красной Армии. По итогам боевых действий в Европе советские военачальники и военные специалисты сделали вывод о том, что ближайшее будущее за танками с толстой броней, которую не способны пробить орудия калибром менее 75 мм. При всей справедливости этого мнения, которое было подтверждено историей, оно послужило основой для чересчур поспешных действий. За несколько месяцев до нападения Германии в Советском Союзе прекратили производство полевых пушек небольшого калибра. Однако на вооружении вермахта до конца 1942 года не было тяжелых танков. Гусеничные машины с противоснарядной броней присутствовали в небольших количествах. К моменту начала войны против СССР наиболее сильное бронирование имели немецкие танки модели «Панцер Камфаген-4» модификаций Е и Ф 50-60 мм с дополнительными бронелистами. На Восточном фронте в июне 1941 года находилось 438 «Панцер-4» всех модификаций. По иронии судьбы, в начале Великой Отечественной войны танкам «Панцерваффе» противостояло орудие, созданное на основе немецкой же противотанковой пушки. Его история началась задолго до войны. В тот момент, когда Советский Союз купил у германской фирмы «Рейнметал» небольшую партию 37-мм противотанковых пушек. В 1930 году случилось событие, кардинально изменившее историю нашей артиллерии. С германской фирмой «Бетаст» было заключено соглашение о поставке шести образцов германских артиллерийских систем. Специалист удивится, такой фирмы «Бетаст» в Германии не было. Совершенно верно. Фирма «Бетаст» была фирмой типа «Рога и копыта», подставной фирмой концерна «Рейнметал». Дело в том, что согласно условиям Версальского договора, Германия не имела права проектировать ряд типов артсистем. А тем более их экспортировать. Контракт предусматривал также поставку необходимой конструкторско-технологической документации и специальных инструментов. В рекордно короткие сроки, без проведения всего комплекса необходимых испытаний, пушку приняли на вооружение Красной Армии и начали ее серийное производство. Немецкое орудие было легким и надежным, хотя и не лишенным недостатков. Его выпускали в СССР на протяжении лишь двух лет. Гораздо более важным оказался тот факт, что на базе этого орудия была создана целая серия пушек, которые стали основой советской противотанковой артиллерии в начале Великой Отечественной войны. Через год после принятия на вооружение группа советских конструкторов предложила свои варианты модернизации немецкой пушки. Так родилась... Первый вариант легендарной пушки появился в 1932 году. После серии испытаний на научно-исследовательском артиллерийском полигоне орудие было принято на вооружение Красной Армии. Войска получили пушку, которая могла не только бороться с танками противника, но также уничтожать его живую силу и разрушать легкие полевые оборонительные сооружения. Для этого на старый лафет наложили новый, более мощный ствол. Калибр орудия возрос до 45 миллиметров. Наверное, стоит рассказать, откуда появился калибр 45 миллиметров. Ведь такого калибра не было ни в русской, ни в советской армии, ни в других странах мира. Дело в том, что после революции Советская Республика получила в наследство от царского флота несколько десятков тысяч, а то и сотен тысяч 47-миллиметровых снарядов от пушек ГОЧКСа морских. Сами пушки были сняты с вооружения, а снаряды были достаточно эффективны. Но у них были неудовлетворительные пояски. Поэтому, сточив их, получили калибр 45 миллиметров. Очередную модернизацию орудие прошло в 1937 году. На государственные испытания был представлен опытный экземпляр пушки. Новая «Сорокопятка» имела полуавтоматический затвор, а вместо архаичных деревянных получила подрессоренные колеса автомобильного типа. С 1938 года пушка стала поступать в войска. 45-миллиметровая противотанковая пушка образца 1937 года. Масса в боевом положении — 560 килограммов. Скорострельность — 15-20 выстрелов в минуту. Наибольшая дальность стрельбы — 4400 метров. Дальность прямого выстрела — 850 метров. Масса бронебойного снаряда — 1,4 килограмма. «Сорокопятки» состояли на вооружении противотанковых взводов, батарей и дивизионов, а также отдельных противотанковых полков. 45-миллиметровая пушка образца 1937-1932 года была буквально во всех типах советских дивизий. Начиная от стрелковой, качая горной. Пушка 45-миллиметровая состояла даже в батальонах по две пушки. Другой вопрос, что батальоны, стрелковые батальоны, оснащенные 45-миллиметровыми пушками, были не столь распространены в Красной армии. Полк имел батарею 45-миллиметровых пушек. Наконец, 45-миллиметровые пушки были в дивизии, а также в частях усиления. В июне 1941 года на вооружении частей и подразделений Красной армии находилось около 12 тысяч таких пушек. К началу войны 45-ка была основным противотанковым средством Красной армии. Главным козырем этого орудия были компактность и мобильность. Пушка высотой всего лишь в 120 сантиметров была малозаметной целью. Для облегчения маскировки щитовое прикрытие складывалось. Благодаря небольшому весу расчет мог своими силами переместить орудия на поле боя. По шоссе 45-ку можно было буксировать со скоростью до 50 километров в час. Немецкие офицеры часто отмечали умение советских артиллеристов маскировать пушки, быстро и грамотно выдвигать их на танкоопасные направления. Что касается эффективности, то в течение первого года войны пушка могла успешно бороться с любыми типами немецких танков. Наши 45-ки показали высокую эффективность. Они пробивали как лобовую, так и бортовую броню всех немецких танков. Основные противотанковые пушки вермахта после встречи на Восточном фронте с новыми советскими танками Т-34 и КВ получили среди немецких солдат прозвище «дверные колотушки» из-за низкой бронепробиваемости. После германского вторжения производство 45-ок возобновили в исключительно короткие сроки сразу на нескольких заводах. А вскоре пушка подверглась еще одной модернизации. Был удлинен ствол, возросла начальная скорость снаряда. Опыт сражений под Курском в 1943 году показал, что бронебойные снаряды «сорокопяток» неэффективны против немецких тяжелых танков «Тигр», «Пантера» и последних модификаций «Панцер-4». Однако они продолжали успешно использоваться против более легкой бронетехники и полевых укреплений противника до победного мая 1945 года. Особенно эффективны были «сорокопятки» во время преследования отступающего врага. когда эти пушки транспортировались американскими вездеходами «Виллис» и «Додж». В годы «Великой Отечественной» выпуск 45-мм противотанковых пушек достиг небывалого размаха. Всего было выпущено более 64 тысяч таких орудий. «Сорокопятка» вынесла на себе основную тяжесть боев начального периода войны. Вместе с ней универсальным средством, позволившим советской пехоте излечиться от танкобоязни, стали противотанковые ружья Дегтярева и Симонова. Рассказ о них в следующем фильме «Оружие». Редактор субтитров А.Семкин